В 1448 году основатель европейского книгопечатания, немецкий первопечатник Иоганн Гутенберг после долгих скитаний по Европе вернулся в родной Майндс. Там он заключил договор с ростовщиком Иоганном Фустом, от которого получил 800 гульденов на содержание типографии и обязательство ежегодно выдавать ещё 800 гульденов на покупку бумаги, краски и прочие производственные расходы. Гутенберг и Фуст таким образом стали компаньонами. Однако основной капитал Гутенберг получал по частям, а от выдачи оборотного капитала Фуст совершенно уклонился. При таких ограниченных средствах, не имея ни опытных рабочих, ни новейших инструментов Гутенберг, тем не менее, достиг замечательных успехов. Он отлил пять различных шрифтов. И напечатал два издания Библии, 36-строчные и 42-строчные, несколько папских булл и латинскую грамматику Элия Доната. В ответ на поведение компаньона Гутенберг отказался платить ему проценты, желая отложить расчёты до того времени, когда предприятие начнёт приносить доход. Фуст же предъявил иск, требуя уплаты процентов. По решению суда типография со всеми её принадлежностями перешла к Фусту, и Гутенбергу пришлось начинать новое дело с нуля. 14 августа 1457 года в Майнце было напечатано первое, датированное европейское издание Псалтири, одной из книг священного писания Ветхого Завета, содержащей 151 псалом. Хотя на книге были указаны только имена издателей. Иоганна Фуста и его Петра Шаффера, фактически она была творением Иоганна Гутенберга.